3D-модель храма Это будет третий храм Израиля. По периметру вдоль стены расположены трапезные залы. Там будет брачный пир народа Бога. Этот брачный пир есть восхищение церкви, и избранные, которые имеют печать Бога Живого, будут собраны в храме на этом пиру. Чтобы попасть на брачный пир, вначале надо войти в восточные ворота храма, в дни, когда ворота будут открыты, с 1-го до 10-го Тишрей, с праздника Йом-Керуа до поста Йом-Кипур. В 2023 году эти дни будут с 16-го по 25-е сентября. Невозможно построить Божий храм к иному сроку, чем указанному в Библии. Второе пришествие Иисуса Христа связано с осенними праздниками Господа, и если построить храм к другим датам, то открытие храма в неположенные дни не будет осуществлением пророческого слова Библии. Крайне странным выглядит пассивное ожидание христианами какого-то внешнего действия по постройке этого храма, когда пророческое слово Библии о храме дано нам, чтобы мы этот храм построили. Кивать в этом вопросе на евреев совершенно неубедительно. Во-первых, иудаизм не верит в мессианство Иешуа, поэтому неверующие в Иисуса Христа и иудеи не могут понять пророчество Езекииля, где показан храм для второго пришествия Христа. Во-вторых, этот храм вначале нужен самим христианам, потому что без этого храма никакие мудрые девы ни на какой брачный пир не попадут. Брачный пир будет только за закрытыми дверями восточных ворот этого храма. Смотрите, что написано про восхищение церкви. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». «Вначале должны воскреснуть мертвые». Мертвыми являются все христиане, потому что так написано. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». «Уснувший» — это и есть мертвый, усопший. «Кто потерял живую связь с Богом, тот и мертв». «Пробудитесь», — так говорят, обращаясь к тем, которые живут в суете этого мира. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Бесполезно говорить обычными человеческими словами умершим, чтобы они проснулись. Но сам факт начала строительства третьего храма моментально пробудит всех христиан и всех евреев. Поэтому все упирается в постройку храма. Но чтобы этот храм был построен, от нас требуется какое-то действие, а не только сидение перед мониторами в ожидании новостей. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, ты знаешь это». И сказал мне, «Из реки пророчества на кости сии, скажи им, «Кости сухие, слушайте слово Господне!» «Как говорит Господь Бог костям сии, вот я введу дух в вас, и оживете». Сухие кости – это весь дом Израилев. Два жезла – это жезл Иуды и сынов Израилевых, союзных с ним, и еще жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых. Первый жезл – это Иудеи, нынешние евреи, иудаизм. Второй жезл – это христиане, потерявшиеся в народах Ефрем, потерянные колено Северного Царства Израиля. И сказал он мне, «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев!» Вот они говорят, «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Эти две маслины сейчас мертвы и оторваны от корня. Эти два свидетеля откровения уже мертвы, мир одолел их. Два свидетеля. Сухие кости на поле этого мира оживут, когда им скажет слово пророк Езекииль. Когда будет построен третий храм по пророческому слову Езекииля. Напомню, что мы знаем про третий храм. Третий храм, согласно пророчеству Езекииля, должен быть построен на новом месте, которое было показано Езекиилю. Это место определяется измерениями священного удела, которые приведены в пророчестве Езекииля. И это место мы нашли. Храм будет построен в 30 километрах к югу от Езекииля, в иудейской пустыне, на чистом месте, в природном заповеднике. Третий храм даже внешне не похож на первый и второй храмы. И 3D-модель храма по Езекиилю, удовлетворяющая всем заданным пророчеств и размерам, у нас появила всего два года назад. Несколько пророчеств Библии о Седмине Даниила, о 200-300 вечерах и утрах, о 1290 и 1335 днях, указывают на возможный срок постройки третьего храма. Если храм будет построен к 16 сентября 2023 года, то эти пророчества Библии сбудутся. Если запоздать со строительством храма, то постройка храма в 2024, 2025, 2026 или 2027 году не осуществит эти пророчества. Тогда вообще встанет вопрос, а как эти пророчества смогут осуществиться впоследствии, если время, на которое они указывали, упущено? Но вернемся к вопросу о восхищении церкви. Восхищением церкви называется взятие посланников церквей в небесное царство, которое явится на землю за закрытыми восточными воротами третьего храма, построенного в Израиле в соответствии с пророчеством Езекииля. Это уход церкви в другой мир, выход из языческих религий христианства, воплощение в слово Бога, воскресение в евреев, перевоплощение в колено Израиля, которые прежде считались потерянными. Невеста Бога уходит в дом жениха, оставляя свои прежние народы, среди которых она была рассеяна. Это воскресение первое. В это воскресение не попадают христианские конфессии, динаминации, распявшие тело Христа своими разделениями. В воскресении первым участвуют только обезглавленные. Это слово в оригинале по-гречески означает буквально «отсеченные секирой». Это отлученные от иудаизма в первом веке за веру в Иешуа. Это изгнанные из христианства сейчас, когда эта религия стала религией идола Иисуса Христа, занявшего место настоящего Иешуа. Именно такие люди, ненавидимые иудаизмом и христианством, ненавидимые всем миром, будут воскрешены и воссядут судить этот мир. Хвалящийся своей правильной динаминацией, хвалящийся своей земной национальностью, не может попасть на брачный пир в третьем храме. А если бы такой человек и попал случайно на брачный пир, то царь, мессия вышвырнул бы его оттуда вон. Люди, которые заботятся, что им есть, что пить и во что одеться, это язычники. И если такие даже попадут на брачный пир в среду святых, то они не устоят в собрании праведных, падут на землю. Потому что ко всем нам относится слово о вере и терпении в дни зверя. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Это есть десятая заповедь блаженства, после первых девяти перечисленных в Нагорной проповеди. Уже исполнившие первые девять заповедей должны достичь и десятый, не соблазниться на богатство этого мира, когда сатана будет пытаться соблазнить ими избранных. Это относится ко всем любителям так называемого Евангелия процветания. Они обязательно падут, если не покаются в своем беззаконии. Вопиющим беззаконием, которое как клеймо стоит на таких христианах, является десятина, которую они аккуратно платят своим самозванным пастырем и лидерям. Потому что настоящая десятина по закону приносится только евреями, обрезанными и находящимися под законом Мессия. Десятина приносится только в храм, священникам, куаним. Десятина приносится только из плодов земли Израиля, только натуральными продуктами, ведь сразу замена их деньгами. По закону это пять видов злаков, вино и елей. Сапожники и рыбаки не приносили десятину сапогами и рыбой и не платили десятину деньгами. Десятина платится после принесения Богу начатков, первых плодов земли. Если начатки не принесены, то эта десятина становится таким же жертвоприношением, как было у Каина. Каин не принес начатки урожая, зато и не получил благословения от Бога. Все благословения материальным достатком поклонникам маммоны в христианстве приходят не от Бога, а от зверя, которому они служат. Этот зверь есть животное стремление к богатству, которое губит христиан, открывает перед всеми их срамоту. И лжепророк, второй зверь, звери земли, побуждает христиан платить десятину. И именно это стремление к благосостоянию приводит христиан на Армагеддон, который есть не военное сражение, а битва христиан за собственное материальное благополучие. На этот Армагеддон их влекут цари земные, лидеры христианских динаминаций вселенской блудницы. Армагеддон с еврейского переводится как соединение двух слов – ар – гора, имеглад – дар неба – благо. В конце слова добавлен суффикс –он. Это суффикс для уменьшения с пренебрежением. Армагеддон по смыслу переводится как гора благосостояния, гора халявы. Гора в Библии означает определенное учение. Учение о благосостоянии через жертву Иисуса Христа есть кощунственная мерзость, поразившая множество христиан во всем мире. Этот срам откроется в конце суда, на шестой чаше гнева, когда после покаяния иудаизма христианство по-прежнему останется в своем обольщении и будет хулить святых, построивших в Израиле город Яхвы-Шамма, где не будет денег, но все будет делаться только на добровольной основе. Церковь Иисуса Христа должна существовать только на милостыню, на добровольные пожертвования. Десятина является побором, убивающим Духа Святого, потому что при любом состоянии сердец прихожан пасторы получают стабильный доход. Они зависят не от Бога, а от состояния экономики этого мира, и вся их религия становится слугой, правящего этим миром сатаны. Поэтому такие общины молятся за антихристов, за президентов своих государств, от которых, как они думают, зависит их жизнь и процветание. Жизнь верующего зависит от Бога и от соблюдения слов Иисуса Христа. Отделяющие себя в пользу этого мира уже не есть святые. Участие в брачном пире не есть индульгенция, отпускающая будущие грехи верующего, и после восхищения церкви могут оказаться и падшие, которые не устоят в Царстве Бога. Очевидно, такие умрут и физически, они не достигнут 1335 дней. Чтобы они не стали соблазном для Израиля, Бог может их просто умертвить. Когда совершатся все эти суды, когда оживут к Царству Бога нынешние израильтяне, когда иудаизм официально признает Иешуа, Мессия Израиля, то святым будет дано построить в Израиле город Яхвешамма. Это и будет завершением периода 1335 дней. Город должен явиться в Симхат-Тару в четвертый год храма. От праздника Тубешват в 2023 году до Симхат-Тары в 2026 ровно 1335 дней. Осуществленное явлением города Яхвешамма Симхат-Тара и станет воплощением последнего седьмого праздника Господа. Это и будет той самой окончательной фазой восхищения Церкви, которую все ждут. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Потому что к тому времени завершится разделение между святыми, собранными из народов Израиля, и обольщенными Антихристом в христианстве. Сподобится избежать всех сих бедствий и соблазнов Филадельфийская Церковь. Это святые, которые в самом начале явятся в восточные ворота Третьего Храма. Надо сказать еще о человеке греха, о котором все время напоминают люди, соблазненные христианской религией. Вообще это удивительно, как Сатана смог создать свое лжеучение об Антихристе в иудейском храме на основании всего одного стиха в Новом Завете. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. О каком храме здесь речь? Слово «храм» в этом стихе – греческое слово «наос», которое означает «святилище» или «скинея». Этим же словом апостол Павел называл христиан, когда писал, что «вы храм Бога Живого». Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо «вы храм Бога Живого», как сказал Бог, «вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Смотрите, что написано в начале стиха. Какая совместимость храма Божия с идолами? Посмотрите на сегодняшних христиан. Да у них вся жизнь наполнена идолами, которым они служат. Маммона, их собственное имущество, есть главный их идол. Но почему-то при этом христиане поминают в суе имя Бога и Иисуса Христа. Вот этот идол Иисуса Христа вместо настоящего Иешуа и есть тот человек греха в храме христианства. И удален этот идол будет тем, что христианство покинут, во-первых, святые, явившиеся в третий храм в самом начале, вне освящения жертвенника. Во-вторых, гнилое христианство покинут те, которые не совсем еще отреклись Христа, чтобы не увидеть мерзость запустения на фасаде этой религии. Оставшиеся же в конфессии христианства будут совершенно опьянены духом заблуждения. Они ничего не увидят, не уразумеют и не поймут про третий храм до того времени, пока их религия не станет позором, срамом в глазах всех людей в этом мире. Так они попадут на свой Армагеддон. Итак, Слово Бога призывает нас покаяться и построит храм, описанный в пророчестве Езекииля. Затем в этот храм явятся те, которых туда призовет Господь Иисус Христос. И, сохранив свое терпение, мы сможем получить общую награду с евреями – город Яхве-Шамма, цветущий Израиль и успокоившийся от войн и насилия мир под властью Иисуса Христа в Тысячелетнем Царстве. Срок восхищения Церкви 16-25 сентября 2023 года не является безусловным сроком. Никакого прямого пророческого слова от Господа мы не получали. Но этот срок получился у нас по пророчествам Библии. Примерно как написано в книге у Даниила. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господника Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». И как Даниил, мы теперь молимся и делаем то, что в наших силах, чтобы понятое нами слово Бога сбылось при нашем непосредственном участии. Подробно о том, что связано с постройкой третьего храма, вы можете прочитать в книге «Храм в соответствии с пророчеством Иезекииля. Проект 1534». Ссылка внизу, под видео. «Храм в соответствии с пророчеством Иерусалима» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова